Сегодня младших братьев нету, да. Некому скамейку тащить. Нету младших братьев, так скамейку тащить. Это там, у отца Яна Суворова, сестра. Стул, стул. 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 Тебе слава, высылаем Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне, всегда и во веки, веков. Аминь. Сегодня много полезной и интересной информации, которая взята, кстати, с так называемой помойки, из интернета. И первая информация о том, что ученые доказали мистическую силу крестного знамения. Брат Игорь, прочитай это нам. Подождите, я сделаю, я беру вверх, а потом дальше. Прошлые сухие остались после той службы, я забыл там вот это. Так, напоминаю вам о церковном уставе, который есть. Это наступающая неделя, неделя, я говорю, о блудном сыне. То есть вы слышали сегодня притчу, которую мы читали из Евангелия от Луки. О том, как было два сына, как меньше потребовал у отца. Отдай мне мое имение разделить, сам хочу жить, как желаю сегодня. Ушел, ну и что получилось, когда нет мудрого совета, нет наставления, быстро все растратил, что было, и оказался у свиных корыт. Это так часто бывает в жизни и сегодня. Я не хочу, говорит, советов. Попробовал я дать совета нам, брат, говорит, а когда не спрашивать совета, говорить не надо. Когда понуждаюсь в совете, тогда скажешь мне. И что из этого получается? Получается ничего, все разбитое. Даже корыта и того нету целого. Это притча нам. Церковь готовит нас, говорится, к подвигу, к великому посту. Прошлое воскресенье было неделя, мытаря фарисея показывал нас, как нужно молиться, покаяние Богу. Два человека зашли в храм, помните как? Один молился. Я, говорит, все соблюдаю, десятину плачу от всего, от всего. И то, что прибыток продал, и то, что на огороде выросил, то есть со всего плачу десятину. Хорошо? Познашу. Пащуся два раза в неделю. То есть весь закон исполняю. Не как вот те люди, живут они, грешники здесь. Я не такой, как вон тот стоит, там мытарь. Даже голову опустил, ни на кого не смотрит. Я не такой. А тому нечего было сказать. Господи, будь милостив ко мне грешному. Куда ни глянь, везет отовсюду в грехах. Все помышления плотские. Тот пошел, говорит, менее оправданным. А фарисей более, мытарь более оправданным пошел. Это в нас учит Священное Писание смирению. Значит, должны мы больше смотреть не за кем-то, кто как, а за собой. А как я прожил этот день? Какие бы помышления у меня в этот день? Не враздовал я против Бога сегодня в этот день? У нас из общины уходит кто-то, говоришь, спрашиваю, почему? А не понравилось мне, что батюшка сказал, что нельзя постригать бороду. Бороду не я дал ему. Если бы я дал бороду ему, прилепил и заставил, ты вот делай такую-то. Бороду дал ему Бог. Что нельзя постригать. Это есть каноны, это святые отцы. Церковь так постановила. И в Священном Писании видим мы много мест, где говорится, что это крайнее бесчестие, если человек портит образ, который дал Бог ему. Другой мне нравится строгость в уставе. Вот у вас все так, вот поклонись, да вот пояс надень, да платок, так подвяжи. Вот все. Вон пошел я в храм туда. Там батюшка мне ничего, говорит, не говорит. Никак, отец, это все придирается. То бороду нельзя постригать, то посты соблюдать. А там ничего не говорят. Мы сегодня совершаем память, церковь совершает память всех пострадавших в годину искушений. То есть когда было гонение на церковь, когда десятками, сотнями тысяч верующих гнали в гулаг и в вечную мерзлоту. Как-то писали, нашли, говорит, под Красноярском, где-то в тайге, могила. 62 священника в одной могиле. Когда стали смотреть, все были с дыркой черепи. То есть и будто бы кто-то был тайный свидетель, находился в лесу. Может быть так сказать, что... Один был вопрос. Отрекаешься или нет? Нет. Звучал выстрел. И так 62 раза. То есть люди принимали смерть за то, чтобы только сохраниться в вере, умереть. Были такие случаи, которые отрекались, не выдерживали телесных мучений или прельщенные какими-то посулами врагов и отрекались от веры. И смотрите, как меняется время. Сегодня никто нас, христиан, не гонит, не заставляет отрекаться. Нет, сами. Представляете, сами. Никто не... Просто сами отрекаемся и все от всего. Сами. Не хочу. Я православный, но то, что говорит Христос, исполнять не хочу. Заповеди Его мне не нужны. Евангелие устарело. Надо новое писать Евангелие. То есть отрекаемся от Христа сами. Никто не гонит. Из этого мы можем уже сказать, уразуметь, что очень близко пришествие Антихриста. Когда Он придет здесь, скажем, что действительно малое стадо только останется. А остальные все в очередь будут стоять, чтобы принять печать. Будут давить по головам лезть друг друга. Как бывало раньше, зачем-то там лезть. Так это будет. Только дай мне печать скорее, чтобы я мог пойти что-то купить. Что мне это... Понимаете, какое время настало. Мы часто не соглашаемся с тем, что вот такой-то святой был. И путь у него проходил. Не евангельский был путь. Там он, значит, надевал на себя какие-то там поясы из листьев. Так что тело разрывало до костей. Залазил в какую-то яму с гадами. Там сидел. То есть эти люди хотели как-то более... Путь в свое спасение еще более суровым сделать. Утяжелить этим. Путь Царства Небесной тернистый. Им казалось, что живя так вот в мире, не очень тернистый. Они еще более тернистым его хотели сделать. А сегодня слышишь, что тяжело не могу вынести, что бороду постригать нельзя. Понимаете? Даже послушаешь и ничего сказать нету. Просто ужасаешься. Что это такое? Даже в мире. В мире люди живут. Сегодня уже есть рассуждение. Говорят, как женщинам какой мужчина нравится. И по бородам узнавают. По бороде какой у него характер. Хочет познакомиться она. Но если там вот борода такая у него. Как если пострижена. Там то это. Там Альфонс. Он ненадежен. А если борода там такая. То это, говорит, хозяйственный. На этого можно положиться. Характеризуют даже по внешнему виду человека. Бывает, что может быть и не так. Но оно так есть. Так говорят. Поэтому, совершая память сегодняшних этих новомучеников и исповедников в церкви российские. Не только сегодня надо совершать. А каждый день в молитве. Новомученики и исповедники в церкви российские. Молите Бога о мне. Чтобы меня Господь утвердил в вере. Чтобы у меня помышления были не плотские, а духовные помышления были. Чтобы это и не было вражды у меня с Богом ежедневно. Об этом нужно больше молиться. И мы верим, что Господь, говорит, просящему даю. Но только не так, что попросил и ушел. А вон, говорит, привет приходится, как вдова судье, который ни Бога не боялся, ни людей не стыдился. А она докучала и докучала ему. Он, наконец, говорит, дам ей то, что просит, чтобы не докучало меня больше уже. Поэтому всегда нужно об этом молиться, чтобы Господь утвердил нас в вере. Это время будет недолго. Очень недолго будет это время. Потому что не может быть так, что до такого состояния, если мы избраны, Господь избрал нас, то ягодина искушений постигнет, должна быть обязательно нас постигнет. Вы посмотрите, как идет развращение. Я помню в детстве фильмы были, кино. Если в кино есть, что там есть поцелуи между женщиной и мужчиной, дети до 16 лет не допускаются. Ничего нету, никаких сцен. Просто они там обнялись, все, уже дети до 16 лет не допускаются. А сегодня хоть один фильм найдете такой, чтобы не было сцены постельной. Да ни одного нету. И каждый фильм есть, если там муж, жена обязательно, у ней любовник, у него любовница и прочее. Все фильмы на этом. Все. Вспоминаем еще то время. Судили советское, еще вспомним не один раз его время. То время. Какое было время. Поэтому всем вам напоминаю, что на канун Великого Поста мы стоим, уже будем вступать. Не просто, чтобы было у нас воздержание только от пищи. Но помнить, что для меня, может быть, это последний пост. Больше для меня его не будет. Я не знаю, что будет. Другой год будет или нет. Это, может быть, последний, что я могу понести. С таким чувством должны мы восходить в этот пост. Нам Господь посылает телеграммы. Вот вчера мы отправили вечный путь, вечность, сестру Марию. Это телеграмма нам от Бога была. А ведь она думала, может быть, прийти сегодня сюда. Вышла на скамеечку, села и все, и душа вылетела из нее. Она выходила, а ангел-то уже смерти шел, наверное, следом. Уже шаг в шаг за ней шел. У нас-то нет этого такого уже духовного зрения, чтобы мы провидели это. А ангел рядом был, тот, который за душой пришел уже. Нам всем эта телеграмма была. Каждый, смотрите, сегодня за тобой может прийти ангел. Вот так вот. Ко мне какие вопросы есть? Давайте. В следующий раз приеду через неделю. То есть будет прощенное воскресенье. Прощенное воскресенье будем. В следующее воскресенье у нас 20-й праздник. Встретение Господа нашего Иисуса Христа. Когда в храм его принесли, там встретил его Симеон. Это событие вспоминается. Так, нет никаких ко мне вопросов? Вот как хорошо. Надо же так сделать, что даже вопросов никаких не возникает. Так, ну продолжай, Игорь. Все это. Давай. Продолжай. Как же следующий день? Это понять, что это значит через воскресенье. Через воскресенье приеду. Следующий будет 15-й, а потом будет 22-го. 22-го. Значит, 21-го, 22-го. А 21-го суббота... А нет, перед третьем суббота, суббота родительская поминальная суббота. Вот сейчас наступающая суббота, будет поминальная суббота родительская. Поэтому можете где-то в храмы сходить, там помолиться. Что интересно, то, что ученые доказали мистическую силу крестного знамения. Как это было, давайте послушаем. Может быть, кто-то со скепсисом выслушал сейчас это. Ну вот, послушайте. Исследования проведены на базе лаборатории Медико-биологических технологий Научно-исследовательского института промышленной и морской медицины. Это настоящая сенсация. Пишет газета «Жизнь». Ученые экспериментально доказали, что крестное знамение убивает микробы и изменяет оптические свойства воды. Мы подтвердили, что идущий с древности обычай крестить пищу и питье перед трапезой имеет глубокий мистический смысл, рассказывает физик Ангелина Малаховская. За ним скрыта практическая польза. Еда очищается буквально за мгновение. Это великое чудо, которое происходит буквально каждый день. Свои исследования силой крестного знамения Ангелина проводила почти 10 лет. Была проведена большая серия экспериментов, которые многократно перепроверяли перед тем, как обнародовать результаты. Они феноменальны. Итак, выявлены уникальные бактерицидные свойства, появляющиеся в Боге от ее освящения молитвой и крестным знамением. открыто новое, ранее неизвестное свойство слова Божьего преобразовывать структуру воды, значительно повышая ее оптическую плотность в короткой ультрафиолетовой области спектра. Сама возможность этих исследований для Ангелины Малаховской и ее коллег-петербуржцев стало чудом. Они не финансировались, не входили в тематику научно-исследовательских работ, но ученые выполнили огромнейший объем работ безвозмездно, лишь для того, чтобы дать людям возможность ощутить и увидеть целетворную силу Бога. Ученые проверяли действия молитвы «Отче наше» крестного знамения на патогенные бактерии. Для исследований были взяты пробы вот из различных водоемов, колодцев, рек, озер. Во всех пробах содержалась кишечная палочка, золотистый сэтофилококк. Но оказалось, что если прочесть молитву «Отче наше» и осенить пробы крестным знаменем, то количество вредных бактерий уменьшалось в 7, 10, 100 и даже в тысячи раз. По условиям эксперимента, для исключения влияния возможного мысленного внушения, молитву читали и верующие, и неверующие люди. Однако число патогенных бактерий в разных средах с различными наборами бактерий все равно уменьшались по сравнению с контрольными образцами. Благотворное влияние молитвы и крестного знамения на человека. У всех исследуемых стабилизировалось давление, улучшались показатели крови. Удивителен тот факт, что показатели менялись в точно требуемом для исцеления направлении. У гипертоников давление повышается, у гипертоников снижается. Было замечено, что если крестное знамение человека накладывает на себя небрежно, не четко сложив троеперстие пальцев или не касаясь необходимых точек, то есть понятно, троеперстием они исследовали, не двуперстием почему-то. середина лба центра солнечного сплетения углублений правого и левого плеча, то положительный результат воздействия был намного ниже или вообще отсутствовал. Ученые измерили оптическую плотность воды до и после наложения на нее крестного знамения и выяснилось, что оптическая плотность по сравнению со своим исходным значением до освещения повышается, объясняет Ангелина. Это означает, что вода как бы различает, ну она в кавычки взяла это слово, смысл произносимых над ней молитв, запоминает это воздействие и хранит его столь угодно долго в виде увеличения значения оптической плотности. она как бы в кавычках насыщается светом. Человеческий глаз уловить эти целительные изменения структуры воды конечно не может. Но прибор спектограф дает объективную оценку этого явления. Крестное знамение изменяет оптическую плотность воды практически мгновенно. Оптическая плотность водопроводной воды освещаемой совершением над ней с крестного знамения обычным верующим повышается почти в полтора раза. А при освещении священникам почти в два с половиной раза. Тут стоят восклицательные знаки, что это значит, я не знаю, но они стоят. То есть получается, что вода различает в кавычках степень освещения мирянином или священником, у которого пальцы правой руки сложены для благословения так, что изображают первые буквы имени Христа. Ну батюшка, когда благословляет, то есть это более действенное, нежели просто крестное знамение. Интересный результат освещения воды крещеным, но не верующим человеком, не носящим нательный крест. Оказалось, что вода различает даже степень веры. Оптическая плотность изменялась только на 10% восклицательный знак. Воистину, по вере вашей да будет вам. Поскольку человеческий организм состоит более чем на две трети из воды, значит это, что в нас Богом была заложена при сотворении такая система физических каналов, регулирующих все биохимические процессы в организме, которая четко узнает в кавычках слово имя Иисуса Христа. Можно сказать, и восклицательный знак, можно сказать, что крестное знамение это генератор света. ни при каких других сложениях пальцев рук, ладонь, или пренебрежном сложении пальцев, быстрым неблагоголейным маханием руки, никаких изменений или увеличений оптической плотности водопроводной воды не выявлено. Ну, вот только как. Ученые, видать, верующие были. Надо было им еще старобряски попробовать, там, наверное, еще мощнее, оно же древнее. Одним перстом они, ну, не знали просто, не знали у кого спросить. Я-то не шучу вам. Я правильно говорю. Просто был один перст, потом два перста, потом три. Я так понимаю, они пятернёй, говорят, ладонью. Ну, наверное, они ладонью, надо же не ладонью, а пятернёй. То есть, не было верующего католика. Проводилось все только на православных. Я думаю, если бы и католик был, то такие же были точные изменения. Это еще, я помню, только, когда мы начинали, когда только начиналась вера наша, помню, в Потеряевке были, и там, куда-то зашли, там, в эти, в полки, а пить так охота, Игнатий Тимонович. Говорит, там, перекрестите, говорит, воду, помолитесь, говорит, ты попейте. И так попили, и ничего. А вода черненькая такая, ну, она там торфа, или что собирает. Ну, ничего, напились, и как будто даже со вкусом каким-то приятным. И ничего не было. Ну, а сейчас, чтобы, чтобы воду осветлить где-то, применяются очень сильные биохимические всякие реагенты. там таблетки, там что только нету. И очень это сложно сделать. Ну, а вот верующему все поцелу. Ну, мы знаем еще больше, потому что в конце Евангелия от Марка там написано, что может верующая. И там написано такое, что апостол Павел только показал, когда змея его укусила, ехидна. Он взял ее в огонь, встряхнул просто, и все. А все сидят и ждут. Сейчас упадет. Он не падает, не падает. Ну, тогда поняли, вот это что-то новое к нам на остров приплыло. Черт, а потом, оказывается, это вера Христа пришла. Ну, ученые доказали, будем нашим, понесем нашим неверующим, родным, близким эти слова. Я не думаю, что это первопресская утка, потому что о структуре воды, помню, там тоже было какие-то, были, прям, исследования давно, не так быстро. А некоторые, он коралловый клуб, они на этом, деньги зарабатывают люди. Ну, в принципе, это реально, братья и сестры. Во-первых, ну, я скажу о том, что сейчас брат сказал в коралловом клубе, проводили эксперименты, брали воду в одном сосуде, в трех сосудах, и в одном сосуде, над одним сосудом, произносили добрые, хорошие слова, ласковые, на третье игнорировали, а на втором всякие мерзости произносили. А потом исследовали снежинки, которые при замораживании под микроскопом. И в той, которую игнорировали, там вообще такие расплывчатые, непонятные, где произносили всякие проклятия над сосудом с водой, там были просто обезобразные всякие структуры снежинок. А вот в первом сосуде были идеально геометрически правильные фигуры. Ну, это вот просто такой вот как бы научный просто эксперимент. Но вообще нам прежде всего нужно веровать. Как говорил Татуран, что веруя потому что абсурд. Вот отсюда надо исходить. А вот это уже можно так сказать ну как бы какую-то маленькую подпорку для тех людей, которые может быть еще и не пришли ко Христу, не знают истины его. Но через это может быть они как-то подвинутся в этом направлении. В этом же ключе о нашей вере православной следующее сообщение в очереди кита. В начале комментария относящиеся к стихам книги Ионы повествующего о том, как пророк пробыл в чреве кита три дня. Иона, 2 глава, 1 стих начинается. Отметим, что Христос признавал реальность данного события в Матфея 12.40 и поэтому выглядит странным утверждение некоторых богословов, говорящих об аллегории данного места. Это странно, тем более, что сегодня даже атеистически настроенные ученые доказали, что данный отрывок нисколько не противоречит науке. Есть киты, не имеющие зубов, но снабженные китовым усом, так называемым. Среди такого типа китов есть киты, называющиеся Финбан или Финвал. Эти киты бывают до 88 футов длины, желудок, ну, короче, это больше 30 метров. Желудок такого типа кита имеет от 4 до 6 камер или отделений, причем в любом из них могла бы свободно поместиться небольшая группа людей. Этого рода киты дышат воздухом, имеет в голове воздушную запасную камеру, являющуюся расширением носовых полостей. Прежде чем проглотить слишком большой предмет, кит Финбан проглатывает его в эту камеру. В случае, если в голове этого кита окажется слишком большой предмет, то он плавает, плывет в ближайшей суши, ложится в мелкие воды и выбрасывает эту ношу. ученый доктор Рансон Гарвей свидетельствует, что его приятель весом до 200 фунтов вполз изо рта мертвого кита в эту воздушную камеру. Этот же ученый указывает, что собака, упавшая за борт китоловного судна, через 6 дней была найдена в голове кита живой. Вот до 200 фунтов это почти что как я, чуть-чуть меня послабже мужичок, где-то на 90 килограмм 95. И сказано видно, что иона мог пробыть в очреве, то есть в воздушной камере, ну то есть внутри, будет говорить, такого типа 3 дня и 3 ночи и оставаться живым. Пространство ведь в этой камере равняется 686 кубическим футам, так из научных данных мы можем видеть, что иона мог быть поглощен китом. Франк Буллин, известный автор плавания кашалота, установил, что кашалот один из видов кита, тоже большой, часто, когда он умирает, извергается содержимое его желудка. В желудке у кашалотов находились целые кальмары размером от 1 до 10 метров. Вот это ну ладно, не надо. И уж если кашалот может проглотить гигантского кальмара, то в нем мог свободно поместиться и иона, иона-то вообще худенький был, поскольку из всех китов только у кашалотов пищевод достаточно широк для этого. Существует немало рассказов о моряках, проглоченных китами, но как полагают единственному, кому удалось выбраться из чрева чудовища, был Джеймс Бартли, матрос со звезды Востока, корабль так называется, было это в 1891 году. Бартли несколько часов провел в желудке кашалота, я так понимаю, остался живой. Вот такие сведения есть, оказывается такие большие. Ну, это только установили, что там кашалот 30 метров там этот финвал, 30 там побольше 30, до 40 еще. А ведь кто там еще в этом море живет, мы-то с вами не знаем, мы же его не измерили. Тут иной раз идешь, лужа большая и не знаешь какой глубины, да? А когда ты над морем поплывешь, то там такие впадины Марианскую знают, говорят, сейчас со спутников начали определять по цвету воды. Определяют эти глубины, ну и точно сказали, точно, Марианская впадина, говорит, большая, но, говорит, много-много еще просмотрели. И где-то там еще глубины еще больше есть. Для чего ищет эта глубина? Ну, человек любознателен, ну и для того, чтобы как-то опять что-то новое открыть. Ну, охота людям узнать, узнавать больше. Вкладывают деньги, видите, в космические программы. Но потом окажется, что все это для того, только чтобы Антихристу жилось веселее и было легче собирать всех нас верующих с вами. Для того, чтобы легче было контролировать и убивать. Если мы не согласимся, как вот эти новомученики, если не согласимся принять сторону Антихриста и назвать его Богом. Поэтому это тоже, конечно, важно все. Ну, для чего? Ну, для проповеди особенно очень важно. Потому что многие начинают смеяться, там, говорить. Ну, а тут мы можем сказать, что и ученые занимаются этим вопросом тоже, исследований. Ну, мне кажется, и для детей тоже это очень полезно. Потому что, допустим, взять верующих наших детей, они сейчас очень часто скептики. Почему? Ну, потому что они сейчас в первом классе знают намного больше, чем мы в первом классе с вами знали. У них сейчас видите, компьютеры и все. И вдруг вот эти планшеты начали выпускать, планшеты. Я думаю, ну, там все. И там в Америке разбирают их, давят друг друга. 30 там затоптанных. Ну, там планшеты по дешевке выбросили у них. Там еще там. Я думаю, ну, сейчас планшеты везде будут. Но я что-то сильно планшетов-то не вижу, что... Ну, есть, да, видно, ходят, но не так, чтобы сильно. Оказывается, ученые исследовали. А что они начали исследовать? Началось падение продажи этих планшетов. И вообще их взяли, сейчас отменили. Вообще не продают. А почему? Потому что, говорит, люди любят читать книги, оказывается. И когда исследование провели, 75% студентов учатся все еще по этим бумагам. Вот тебе и здравствуйте. Ничего-то мы не знаем про нас самих. То есть, куда-то идем, стремимся. А когда еще, вот Игнатих, помню, а почему вы книгой? Ну оставьте там на этих источниках, потому что это же будет. Он говорит, не, книгу ничего не заменить. А все говорят, а почему? А он это, место Писания привел и говорит, а потому что, что ангелы в руке несли? Книга Откровения. Книгу, говорит, внесли. Вечная Евангелие. Книгой, причем, там не было сказано как будто в цифровой форме там, и что, во весь экран. Ничего не сказано, а сказано о книгах. И книги, говорит, разогнутся, и все увидят записи, и все это, все это будет. Ну и все, и спрашивают у этих детей, у этих подростков, юношей, а почему вы, говорит, ну читаете опять эти книги так? И часто видим, люди заходят в автобус, достают маленькую книжку и читают, это намного чаще. Почему, говорит, вы это делаете? И молодежь отвечает, книга, говорит, нам ближе, говорит, как-то, и лучше, говорит, учиться и все, чем, говорит, вот в электронном виде. Я не знаю, я их понимаю, потому что больше всех вот и всего писаного я любил шпаргалки. Простите, по шпаргалкам все сдавал, очень много было экзаменов, без шпаргалок никуда. Не то, что я даже ими пользовался, но, как потом оказалось, то, что я их писал, представьте, еще маленькими буквами вчитываешься, сколько глаз портишь, потом весь обложишься шпаргалками, а вытащить нельзя, там сидит такая сова. Куда ты вытащишь? И вдруг раз всплывает, а это вот та шпора, я там еще пометку делал, что ж там было, и раз, и откуда ни возьми, всплывает, и ты начинаешь. Так что шпоры, они помогают, если ты сам потрудился. А так, конечно, понапечатал что-нибудь или цветочек вложил, прием, прием, задача, билет номер 17, а при нем задача. Нет, не так, это не научными техническими свойствами, обусловлено все. Дорогие братья и сестры, существует целое направление в науке, так называемый креационизм, от слова креи создавать. То есть, ученые, по-настоящему, которые занимаются изучением природы, окружающей нас и каждого человека в отдельности, то есть, человеческое тело, которое изучают, они непременно приходят к познанию Бога. Это Исаак Ньютон и другие, это и Пирогов, это и Павлов, тут можно перечислять много-много. Это воин Ясенецкий, коллега мой, учебник которого я держал, будучи на третьем курсе, очерки гнойной хирургии, который стал архиепископом Лукой Крымским, он же прославлен как местно чтимый и святой в Красноярске и в Крыму. Поэтому, конечно, прежде всего мы должны верить, потому что для людей мира это абсурд. Мы верим, поэтому. А потом уже мы можем присоединить эти все научные доказательства. То есть, не надо основывать свою веру на этих научных доказательствах. Я верую, потому что абсурд. И вера от слышания, а слышание от Слова Божия, прежде всего. Просто сегодня не случайно подборка такой информации в сегодняшний день. И еще раз напомню сегодня чтенное Евангелие от Луки, которое читал нам батюшка, о том, что время-то у нас такое, которое заставляет нас задуматься. И это вот как раз перед грядущим постом он сказал берегитесь, чтобы вас не вели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я и это время близко. Не ходите вслед их, когда же услышите о войнах и смятениях. Не ужасайтесь, ибо этому он дожит быть прежде. Но не тот сейчас конец. Тогда сказал им восстанет народ на народ и царство на царство, и будут большие землетрясения по местам и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Разве мы не видим это всего сейчас? Разве не близко этот пожар войны, который уже буквально на нашей границе? Поэтому всегда нужно заставлять себя помнить о первой любви, которую мы имели, когда мы начали только заниматься священным писанием, когда мы стали собираться в пучку, когда мы вот недавно празднули день образования нашей общины Креста Возвиженской. Всегда нужно помнить об этом и благодарить Бога за то, что мы здесь все вместе и можем имеем возможность принести эту жертву общения. Должны радоваться этому всегда и должны помнить о тех, которые от нас ушли. И сегодня мы, батюшка говорила нам, мы поминали двоих сестер во Христе. Одна из них это наша сестра нашей общины глухонемая Мария. И вторая поминаемая нами это сестра, родная сестра Иоанна из Тулы, отца Иоанна из Тулы. Она долгое время болела, как вчера нам батюшка сообщил, у нее был рак груди и вот она представилась Богу. Ну а сегодня мы можем вспомнить, как она описывала свое пришествие, вернее, как она обратилась к Богу. И это ее обращение изложено вот в шестнадцатом томе. Мои родители верующие воспитали во мне любовь к Богу с детства. Мать отвезла меня в школу-интернат на обучение, но через год меня выгнали, как ненормальную девочку, обвинили меня, что нашли под подушкой спички. Я не ожидала этого. Кто-то сделал мне зло, но я ничего не сделала, не виновата, поэтому росла в доме родителей, помогала маме по домашнему хозяйству. Уже девушкой мама отправила меня в Барнаул на учебно-производственное предприятие для глухих по специальности швея. Я, правда, неграмотная, но хорошо понимала, как надо сделать, могла выполнить любую работу. С тех пор долго работала швеей УПП до пенсии. Мне было тяжело общаться с людьми, так как они дразнили меня, смеялись надо мной, но я все терпела и молчала. Родители оставили меня, умерли. Только один Бог не оставил меня. Псалом 26, 10. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. В доме культуры приехавший из Липецка парень Алеша проповедовал о Боге. Я услышала, была рада, стала ходить в молитвенный дом баптистов. Ходила три месяца, там узнали, что я православная христианка, требовали убрать на тельный крест. Я не согласилась и ушла совсем. Ирина Вшивкова, помните, была такая сестра с Антоном парничкой. Ира Вшивкова работала вместе со мной. Позвала в Покровский храм помолиться среди членов общины. Мне понравилось православное кресто Водзиринской общине. Все хорошо относятся ко мне, помогают друг другу. Бог есть любовь. Родители оставили мне иконы Иисуса Христа и Богородицы. Я чувствую сердцем присутствие Бога. Благодарю Иисуса Христа за все. Останусь с Богом до конца моей смерти. Мария Ивановна Нубарьян Крапива Крапива Город Барнаул улица Малахова 124-35 Премудрость Соломона 10-21 Ибо премудрость отверзла устанем их и сделала внятными языки младенцев. Стихотворение на это обращение Игната Тихоновича. Кричащие немощны слепые прихожане. Всю мощь в мощах надеются узреть. Нас люто презирают. Почему не с нами без патриарха вам не вылазно гореть? Особенно лютуют по постам причастники тем паче и старушки не слышавшие будто про Христа. А он-то и призвал покой таких нарушить. Тьма фарисейства мелочности дикой и неприкрытого святого объяснования желчь слов на языке длиннее пики их тени при Петре уже сновали. Мы им желали благо познакомить. С великой Библией нас шельмовали свистом. Отец их паралич и с матушкой комой кричат отсюда прочь заезжие баптисты. При слове Библия трясутся допадучей преозверелая толпа при благодати патриархия тьмою кормит и во мраке мучит а наш приход их высветил не кстати. Отброшены соборные каноны на немощь списывает злое небрежение здесь никого от чаши не отгонят и венчаных епископы разженят под милосердие привычная игра песком покрестит или же слюной припомнит отречения Петра прикрышка да из разбойника он социально свой это в доме божьем в ограде воды патриархийного разврата ни одного кто не был бы обкраден кого не оборстили раем то есть адом скотомогильник жгут жуткой глубины рвы пропасти пролитые зубами традиции корни предания сны приход устроенный дьявольской забавы восьмое ноль третьего ноль шестого года так что вот мы проводили путь добра я хотел тоже сказать о войне еще немножко такие замечания небольшие вот очень удивительно то что вообще германский народ после вообще мы называем Германия есть там ФРГ или там ГДР я просто размышляю сейчас обо всем что творится вот это мне на сердце пришло я вот решил с вами поделиться вот если мы вспомним 1942 год там от 19 августа был такой приказ за номером 227 назывался назвали его к простонародию ни шагу назад может быть кто-то не знает об этом я кратко расскажу о чем этот приказ почему он появился получилось так что целый год отступления с 22 июня 19 августа приказ вышел и войска этой красной русской армии только отступают но пока отступали за этот год много что свершилось сначала немцы когда зашли они делали по слабому населению в районах там ставили бургомистров ставили править правители таких чтобы на народ не давили особенно в религиозном плане начали открываться сразу церкви и оказалось что народ русский он еще тем более украинский не охладел к религии не выбили еще все люди начали молиться и это показалось как свобода до конца и пока были вот эти продвижения немцев благополучные на восток до Москвы до Сталинграда то вот это все такое же становление вот этих немецкой нового порядка оно оставалось и нечего было даже мстить что предприняли русские большевики начали насаждать злость в народе потому что нужна была народная война священная как в песне поется песня это у нас была еще со времен войны 14-го года если кто-то не знает вставать страна огромная ее не выпустили эту песню потому что царь не счел актуально ее тогда ну а здесь выпустили а народ не встает что нужно делать мы вспоминаем Зою Космодемьянскую и других подвигоположников комсомольцев которые поджигали деревни сеновалы для чего чтобы продвижение остановить немецкой армии потому что у немцев было очень много лошадей невзирая на то что нам говорят о великом техническом превосходности немцев у них в армии было больше 9 миллионов коней то есть это огромные обозы двигались в сторону по России ну передовые там были войска еще технически снабжены а дальше одни кони кони и кони им нужен был фураж нужно было что-то есть советская армия когда уходила русские все выжигали оставалась просто голая земля ничего больше не оставалось начинался голод из среди своих и вот эти комсомольцы забрасывались и сжигали все то что еще было особенно зимой когда можно обогреться их ловили причем ловили кто вот Зою Космогенбьянскую поймали сами хозяева и сдали немцам ее откуда появлялась эта ненуиз к немцам ее нужно было насаждать забрасывались целые группы НКВДшников которые ходили в немецкой форме и расстреливали людей жгли в деревнях потом появились специальные назывались они группы устрашения когда ловили немецких фуражеров как раньше французов и избивали их отрезали разные члены вырезали звезды на спинах и бросали их и немцы ходили и не знали что это и вот эти устрашения все это подействовало началась такая ненависть необыкновенная с той и с другой стороны и все только говорили об одном как бы убить все это ненависть вылилась в Сталинграде и вот сейчас как раз в этих местах близ этих мест которые называются Донбассом Донбассом там сейчас происходит опять это очередная война опять вылезает ненависть и вот разбомбили в очередной раз там показывают какой-то дом и выскакивает женщина в ней там кто-то убитый и она такие проклятия шлет ну там с матерками совсем там пик только пик порошенки там всех короче все это и видно что мера еще вот этой злобы она не ушла как это было во время Великой Отечественной войны Господь смотрит на людей готовы они покаяться или не готовы готовы они принять веру в Бога или не готовы принять я думаю что если бы вот сейчас празднуется 70-летие Ялты знаете что в 44-м году в марте месяце ой в феврале месяце вот как раз было собрались руководители трех великих держав это Англия Америки и Советского Союза Сталин и они распределили Европу распределили так чтобы больше очаг войны а он всегда был в Германии чтобы не возникал поэтому отдали Калининградскую область здесь и дальше поделили там Польшу и вот этим вот эти самые западные наши союзники они сбили огромный накал ненависти у Советского Союза у Сталина Сталин начал думать что как ему теперь как его войскам вести себя дальше на Западе вы представляете что должно было бы твориться если бы русские войска без вот этой без этого счета западного сами бы вышли на границы и пошли бы по тем областям где были немцы ну я не про Польшу говорю а вот там где Германия там потом союзники там Румыния Болгария они были союзниками немцев эта ненависть которая насаждалась в русском народе она должна была вся выхлестнуться туда но ее сдержали и говорят сдерживали очень сильно невозможно там и даже при таком сдерживании все равно было и убийства были и изнасилования очень много но однако не было тех зверств которые учиняли вот немцы в конце своей власти как это было с решением еврейского вопроса и я думаю что здесь большое влияние конечно оказало то что западные союзники были англичане и американцы которые в основе своей верующие люди эта молитва запада помогла нам остановить вот эту ненависть вот это до конца этого убийства всех людей которые бы попались под оккупацию советских войск сейчас я смотрю на Донбасс радость что с той стороны что с этой стороны они от войны нисколько не устали там люди да сидят в этих самых они но когда начинают с ними разговаривать они все с проклятиями на устах почти да будь там проклятые а мы раньше за них были но на нас начали стрелять мы теперь против вот да будь они там проклятые и так далее идут проклятия показывают эти уходят на задания подразделения донбасских вот этих повстанцев идут смеются хохочут курят матерятся невозможно даже понять о чем они говорят там постоянные пики идут что нужно потом показывают везут обратно их на машине уже убитые израненные один в шею его так осторожно несут там 8 человек потому что он кричит постоянно и кровь вот отсюда пульсирует постоянно выходит поэтому пока не будет не просто сложено оружие или отведена боевая техника пока в сердцах всех людей не воссияет вот это миротворчество пока не будет общей молитвы не просто о том чтобы был мир а чтобы сам человек стал мирным любой мир и мир говорят миллионы но мир не вошел в их сердца познайте же люди что весь мир с любовью дается принявшим Иисуса Христа Геннадий Тихонович вам слово когда уходит человек говорит умирает какие-то разговоры что-то остается в памяти я хотел поделиться о Марии я звал Д'Артаньян у нее фамилия похожая она все равно не слышит она редко пропускала богослужения почти не пропускала даже в субботу приходила она и все глухонемых не умела читать но когда раздавали что-то она всегда подходила иконы все брала я не понимал куда она берет оказывается там есть кому было отдавать то есть она по-своему трудилась и ни разу где она что-то нарушала в уставе по незнанию их скажешь так она после того как там обдернется все сделает еще раз-два подойдет и посмотри как есть и подойдет и погладит то есть она была ласковая и она говорит я до смерти от Бога не отойду я делаю свежие воспоминания потому что за временем все это затушуется я вспоминаю такой рассказ про одного тоже умершего старичка и говорили а чем его вспомнить уходило ничего особенного не было а кто то говорит а Вы помните что Не разу не пропустил когда богослужение было не разу все припомнили да у него дети были да дети у него есть приезжали куча там приезжали это не было для него причиной не прийти а у него было что-то там где то да была у него дач он всегда приходил приезжал просто То есть, когда смотрели, это большое качество, привязанность к связи с Богом. Не просто так, а увидеть родных и близких, которые роднее родных неверующих стали. И он как пример оставил. Я вот как раз на Марию хочу указать. Кроме того, она оставила пример своей смертью. Ни с кем она не просилась, не ждала, может быть, и про себя думала. Но для нас это было неожиданно для всех. Вот это звонок, это смерти трубы. Что конец придет суете этой. Вот пример самой смерти. Как она появилась, эта вся работа в Вале. Я не вижу ничего, где она? Вышла? Ушла. Вот она глухонемая Валя. Через кого пришла? Вот эта сегодня, я не знаю, была она, нет, Нина-то? Нина была, была. Через ее. Ирину, через Ирину. Через Ирину? Ирину, через Ирину. Ну, я бы мало знали. Значит, в памяти будет оставлять, особенно 40 дней, как мы православные верим, что душа идет по мытарствам. Считайте и молитесь. Вот представьте себе, что все-таки, кто признает душу, то он может и представить, что они знают и слышат. Это говорит нам откровение, 6 глава. Да коли, Господи, не встишь за кровь нашу. То есть они знают, что они ничего не отомщены. Надеюсь, смеялись. Она говорит, вот подложили спички, ее выгнали, сколько она претерпела. А теперь это все там. И те люди, которые сделали плохо, может быть, уже там. Это удивительно. И мы должны быть благодарны, что, когда я готовил издание книг, я решил, чтобы все написали дома, как они обратились к Богу, как пришли в общину, три вопроса. И что думает о соединении с московской патриархией. Она писать не могла. Видимо, Валентина Ячук написала ей все ее слов. Я так понял, они вместе пришли. Ко всему, что они написали, это 16-й том, 14 здесь свидетельств. И в 15-м, 74. Наши люди, которые ходили к нам на занятия в университет, и не стали членами нашей общины, и они написали. Настолько было интересно. Очень богатый материал у нас здесь. Так что, я не вижу, где это... У Нагаева Марии. Мария, это... Не было. Не было. Ей даже из Америки один позвонил. А я везде, после каждого, оставляю адрес, телефоны. И он позвонил. Это действительно вы? Она говорит, да. И она тоже начала ему свидетельствовать. А вы баптисты, вы хорошие люди. Это он, видимо, подумал, что вот она хвалит его. А она говорит, а вы не церковь. Вам надо покаяться. Она по телефону в Америку. Она как... Мария, ты какая вот? И она написала здесь. И Оля у нас была, ее дочь. Ну, 84... 88 почти свидетельств. И вот одной из них оказалась... Это Мария Нурбаньян, или... Я по сей день толком не выговорю ее. Д'Артаньян. Нубарьян. 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 Вот. Да упокоит ее Господь в обителях небесных. Она оставила добрую о себе память. Была ласковая, любящая и Господа, и общину, и, в первую очередь, Господа и богослужения. Причем приходила она одна из самых первых. Да, да. Всегда радостно. Вот это... Тамара и Мария всегда были первыми. Потому что было так, что... Чуть-чуть задерживайся, ключа нету, они уже беспокоятся, почему никого нету, почему закрыт храм. Так что они самые первые приходили. Ну, у нас-то в чем была, она не умела читать, и поэтому у нас служба крупно переписана, и с указкой вводят, и все глухонемые читают. А тут нужно было, Тамара читает, и теперь переводит на язык жестов. Вот. Сурдопереводчик. А сама глухонемая-то. Видите, с перекладными было, и все равно она слушала. Причем она была очень благодарна. Я вот помню, был такой случай, когда она сломала руку, мы-то ее повезли в травмпункт, и вот я там как... Год назад как раз. Да, занимался я ее. Уж как она меня благодарила, уж постоянно вот меня и погладит. И попытается на своем языке рассказать, как она меня благодарит. Я говорю, благодари Бога, я-то тут при чем? Нет, все равно благодарит. Так что вот, слава Богу. Дай Бог, чтобы она была в обителях небесных, рядом со Христом. Ввиду того, что она такая особенность ее была, ну она как бы как инвалид или как... Она всегда улыбалась. Я вот сегодня с детьми занятия вел и говорю, кто самый улыбчивый у нас в общине? Ну дети не смогли сказать. Я говорю, как раз это женщина, которая умерла. Помните ее? Там кто-то помнит, кто-то из детей не может понять. Но однако она улыбалась постоянно. Дай Бог, чтобы мы такие были. Все у нас присмотрены нуждающиеся в помощи, болячие. Аль-Изменич неплохо у нас. Работа опять давление было, да. Валентина Аль-Изменична? Аль-Изменична. А, Аль-Изменична. Да, мы приходили, она такая прямо всегда радостная и живая. А тут что-то мне опять плохо было. Галина Кудряцева у нас вот заболела. Аль-Изменична, видимо, заразилась. И Дмухин, Надежда и Аполлинария. Еще брат Николай Пальгуев болеет. Он давно уже болеет. Болеет уже дней 10 и серьезно болеет. Так что вот я как-то... Нет, нет, нет. А что с приехала? Простой, ну вот ОМВИ и все остальное осложнение. Ну он сразу не полечился, а теперь утянется. Надежда должна скоро приехать, она путешествующая. Так молитесь, Надежда путешествующей. Это путешествующая. Но Марина тоже заболела, тоже в Эрзене. Или она там уже ест. Едет она уже. Уже едет. Да, да. Она должна сегодня и завтра приехать. Ну и у нас еще было событие. Был день рождения нашего брата. Вот в конце прошедшей недели брат Валера. Многое лето Ему, чтобы Господь его сподобил быть более бодрственным, заботящим, ревностным христианином. Многое лето! Многое лето! Многое лето! Многое лето! Еще, братья и сестры, у меня предстоит в марте поездка на учебу в Москву. Прошу святых ваших молитв. И первое. Второе. Я собираюсь посетить брата Сергия в Воронеже. У меня такая появилась мысль. Может быть, какое-то ему приветствие через меня передать. Или даже, может быть, какой-нибудь подарок. Ну подумайте вот об этом. Когда? Парализованному. Так, который парализованный в Воронеже. В марте. Так, вот свой, который на Новый Завет я ему оставил. Он когда-то там кому-то подарил. Возьмешь меня, от меня ему Новый Завет. Спасибо, Христос! Спасибо. Спасибо, Христос! Так, занятие. Так, подожди, подожди там. Достойно есть якова истину, Блажите Тя, Богородицу, Лисно блаженную и пренепорочную. Ты, Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувин, И славнейшую, Бесторонения Серафим, Без искренния Бога Слово Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, От внутренних распри, От беззакония, которое в тайне, Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, Чтобы принимали мудрые законы, И всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, Обрати к истине, Чтобы божественную любовь Тебя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, Пусть покаются в небрежении Своем И проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией, За то, что оставили Тебя и Слово Твое, Изреченное Святой Библии. Прости нас, Господи, владыка жизни, Что сокрыли имя Твое Бог и Его. Дух Святой да наставит нас Не признавать никаких иных богов вопия, А во Отче. Господи, научи нас семикратно в день Прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, чести, поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо за Иисус. На занятии оставайтесь. Общая трапеза. Агапа. Агапа Духовая.